здравствуйте дорогие петербуржцы вертикальные новости снова с вами а это значит что наступил вторник и есть прекрасный повод провести тет-а-тет со своим телефончиком вы понимаете о чем я буквально 5 минут погнали артем дзюба забил решающий гол ворота краснодара и принес зениту победу все ну потому что есть куда более важные новости например происходящее в нагорном карабахе напомню накануне президента трех стран писали соглашение о прекращении боевых действий уже сегодня в регионе высадились российские миротворцы собственное действие закрутилось вокруг двух главных столпов вот одно это война в нагорном карабахе а второе накануне как-то случайно так получилось по ошибке это официальный ответ пво азербайджана сбили российский вертолет и неизвестно чему радуется из этих двух событий азербайджанцы города петербурга на невском проспекте давайте-ка видео посмотрим в этом случае как и случае с карабахской войной не существует общего мнения пускай каждый примет свою позицию 15-летнего петербуржца еще раз 15-летнего петербуржца порезавшего свою племянницу и расстрелявшего родителей из травмата отправили под арест подробности этой жуткой истории расскажем в нашей скандально разоблачительной рубрике вот этого парнишу зовут серафим и он сначала трижды ударил племянницу ножом в шею живот и плечо а затем выпустил обойму из травматов своих родителей ну а почему все достаточно прозаично переходные возрасты бытовые ссоры с родителями точкой кипения для серафима стал финальный конфликт с мамой когда тот хотел встретить свою подружку из кино вечером а мама запретила выходить из дома ну а дальше вот все о чем я раньше рассказал мальчику уже выдвинули обвинения в покушении на жизнь двух и более лиц статья тяжкая и вступает как раз таки в силу с 14-летнего возраста мы будем следить за развитием этой жуткой истории прикинь 6-летнего ребенка ножом порезать три раза девочка в очень тяжелом состоянии родители живы еще одна грустная новость берегов не вы к сожалению выпуск у нас сегодня такой трагичный умер последний герой советского союза получивший этот статус во времена великой отечественной и последний герой советского союза числа морпехов михаил ашик скончался в санкт-петербурге на девяносто шестом году жизни он родился в июне двадцать пятого года в ленинграде 2 февраля 43-го призван в красную армию направлен на фронт освобождал одессу бессарабию румынию болгарию югославию а звание героя ему присвоено во время эстаргомского десанта в общем мировой был мужик михаил владимирович спи с миром ну а в нашей культурно-проосветительской рубрике мы сегодня расскажем новость техногенного характера в общем одним истинно петербургским развлечением ну искать парковочное место возле дома после заката стало меньше потому что на улице лени голикова тестируют супер-пупер роторные парковки вот видео очевидцы говорят что работает эта штуковина фантастически тихо правда медленно вот этот видос ускорен в половинку практически неужели будущее уже наступило знаете как-то скучно в этом будущем а где же теперь вот эти вот передвижения машин ради того чтобы скорая проехала ли пожарка эпоху и в завершение нашей с вами встречи милейшие очень героическая история спасения косули выборском парке монрепо помните эти шутки начала карантинной эпохи про то что я набрал 300 килограммов пока был на самоизоляции вот пора их вспомнить глядя на эти кадры все поднимайте да она должна вылезть во 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 все выпускает опа 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 на этой милейшей ноте я ростиславский данный санкт-петербурга с вами прощаюсь подпишитесь на вертикальные новости вот здесь вот и следите за самыми важными сообщениями новостями вообще в событиями из жизни всего мира пока пока джоксикал world news